Добро пожаловать на вторую часть видеообзора международного гроссмейстера Давида Поровяна о лучших партиях, сыгранных им на мемориале Смыслова в Москве. Надеюсь, вы не забыли посмотреть первую часть. Хорошего просмотра. Следующая партия была с Павлом Панкратовым. Я думаю, мы долго на ней оциклиться не будем, потому что это был, наверное, лучший день Паши за долгие годы. Это просто ему банально очень не повезло. Да, Д4, Д5, С4, С6, Конь Ф3, ДЦ. Такой гибрид славянки и принятого ферзева Гамбита я разыграл черными. Паши в Шоу Ж3. Возник такой каталон в стиле Т, а не был бы он, мне кажется, белыми. Б3, СБ, Ферзь, Б3. Белый жертвует пешку, но за счет вот этой доминации слона Ж2 над слоном Ж7 они стараются получить из нее компенсацию. Конь Ф6, А4, Б4, мне казалось, довольно интересный ход. И тут уже немножко ход, который выдал то, что Паша не в лучшем состоянии. Ну, Конь Е5 надо было любой уже ценой сохранять эту доминацию. Паша пошел А5, что тоже разумно. Он не хотел мне давать хода А7, А5, который подкреплял гуману пешку Б4. Но С7, С5 и доминации это уже нет. И Белым надо на самом деле уже думать о ничьей. Ход слон Е3, например, вызывал некие размены в центре. Но все-таки у Чонок 100 у вас лишняя пешка. И некоторый приезд за черными уже был бы. А Паша пошел Конь С3. Такой ход в стиле Тали. Но просто он, мне кажется, банально сдвинул ход С5 и С4. Который создает мне две проходные пешки. На БЦ было бы Фервер Б7. А вот после С4, Фервер С4, БЦ. Хода Фервер Б7 нет. И просто позиция Белых безнадежна. Паша прошел Ферзь Б1. Ну, единственная здесь ловушка была, что на слон С6 неожиданно Е4 граммоподобный ход. С жертвой фигуры. БЦ, Д5. ЕД, ЕД. Кажется, что у Чонок абсолютно выиграно. Но как-то время партии я понял, что даже если это так, то лучше сюда не идти. Скажем, посчитал такой вариант. Слон БД5, лазер один шаг. Слон Е7, слон А3. Напали на слона. Конь С6. Вроде лишняя фигура и две пешки. Но Конь Е5. Какие-то здесь сумасшедшие начинаются связки-перевязки. И компьютер, кстати, пишет, что у Белых все приемлемо, все нормально. Я уже не буду там вдаваться в какие-то суперподробности. Но видно, что уже что-то пошло не так. Учитывая, что у Чонок действительно абсолютно выиграно было до этого. Вот С6, да, вроде такой разумный ход. Увели из-под связки слона. Грозит БЦ. Но вот Е4 такая ловушка. Да, Ферд С8. Здесь единственный момент, что ЛДА4. Красивый тоже такой наброс. Если пойти БЦ, то ЛДАБЦ4 неожиданно. Казалось бы, черных уже просто весь комплект лишний. Ферд БЦ4. Но Белый забирает слона. Это важнейшего слона. Ферд С6. Казалось бы, защитили все. Но Конь Е5. Конь Е5. Ферд Б7. Слон БЦ7. И отыгрывается ЛДА. И Эншпли примерно равный. Но вот на ЛДА4 надо просто пойти Конь Е6. И партия заканчивается. Пешка Б4 защищена. Все закончилось. Да, Белые пошли Конь Е2. Но это слишком пассивно. И позиция уже абсолютно проигранная. Просто был не день. Паша. А, Ж. Е, Д. Ферд С3-Ш грозит. Е6. ФЕ. ЛДАЕ1. Ну, как-то Белые уже все пожертвовали ради какой-то инициативы. Но точной игрой, мне кажется, я более-менее точно играл. Ну, с ЛДА7 здесь можно было пойти с идеей короткой рокировкой. Наверное, кто-нибудь разумно бы так и пошел. Мне почему бы казалось надежнее идти в длинную. Конь Е2. Солнце 5. Взяли под контроль поля Д4. Ферд ВЖ7-3-0. Ферд ВЖ5-Д4-шах. Ф3-Ферд В5. Ну, как-то слишком сильные, да, пешки. Они просто рано или поздно должны пройти. У белых нет реальной компенсации. И такой слон Д6 еще. Забавно. Ход с идеей на комбит В6-Ферд В2-шах. Неожиданно белые получат мат. ЛДА8-2. Ферд В2-2. И ЛДА8. Ну, не мат, но отдать придется все. Кстати, мат. Ферд В4-Ферд В3-мат. Вот так вот можно красиво было закончить партию. Паша, соответственно, шел ЛДА8 в Е6. Ну, с разменом Ферд В3-е это все быстро заканчивается. Я еще качество пожертвовал. У меня была самая надежная. С3. Да, вот. Ну, просто очень повезло мне. Паша взял у меня хороший реванш, потом белый мой Блиц. Поэтому день на день не приходится. И последняя партия, я думаю, самая красивая. Для меня она, по крайней мере, мне кажется, она очень изящная. Хотя многое было решено в дебютной подготовке. Это партия с Александром Матылевым. Я уже потерял, по сути, шанс на первое место, потому что за тур до этого я проиграл Санану Фюгирову. Санан быстро сделал ничего с Рахмановым. И я знал уже, что под обыденным показателем он меня опередит. Но я, честно говоря, турнир все равно играл. Не то, чтобы я прямо первое место для меня была главной задачей. Мне просто хотелось хорошо сыграть. Поэтому я выходил в вполне себе нормальном расположении духа. Е2-4. Мы разыграли максимально такой дебют, который, мне кажется, учат во всех детско-юношеских школах. Дебют двух коней. Конь G5. Напали на F7. D5. ED. Конь A5. Это все известная теория. Слон B5 шаг. C6. Dc. Bc. Слон D3. Такой более-менее модный ход в последнее время стал. Немножко антипозиционный, но поле E4 очень важно в этих вариантах. Но это все теория. Я предлагаю пока не сильно зацикливаться. Конь D5. Напали на коня. Конь F3 отошли. Слон D6. Защитили пешку. Рокировка. Рокировка. Ладей Е1. Напали на пешку E5. И вот здесь очень модным стало продолжение F7. F5. Максимально инициативное такое. Талевское опять же. Очень красивый ход. Компит E5. F6. Такая жертва пешки. Казалось бы, ни за что. Но вот после кони в 3G5 выясняется, что у белых очень большие проблемы с этим конем. И, конечно, удручающее впечатление производит вот эта вся конструкция, которая вообще пока не ходила. А у черных как бы все фигуры в игре, да, нет двух пешек. Но сейчас конкретная проблема с конем у белых. Впрочем, это все мы оба знали. C24 такой ход. Определяющий положение коня. Коня в 4, слон F1. G4. Ну, собственно, фигура уже потеряна. Но вот БСЛИСО в этой позиции ходил D2-D4 с Магнусом Карсеном. И даже, по-моему, получил выигранную позицию, но проиграл. D2-D4. GF3. Неожиданно белые выскакивают. У белых неожиданно белые уже начинают играть на компенсацию. У них нет фигуры, но за нее три пешки и потенциально очень активная игра. И еще король намного, конечно, у белых лучше защищен, чем король ченов, у которого явно не хватает пешки G, да и пешка F слишком далеко от него. Такое часто бывает, мне кажется, в таких дебютах, когда одна сторона накатывает пешки свои от короля и начинается контратака. Но вот если он ходил D4, мне показалось, возможно, ход C4-C5. Это новинка. Идею сейчас увидим, в чем этого хода. Казалось бы, слон C7, ничего не происходит, только поле D5 отдали. Можно, кстати, было пойти EGF, CD, FG, слон BG2, конь D3. Как раз на доминацию такая игра. Слон C1 производит опять-таки удручающие впечатления. Слон A6, конь C3. Ну, это я тоже анализировал. Позиция, могу сказать, что примерно равна. И супер острая она. Александр разумно пошел слон C7. D4, GF. Слон BF4. Вот в чем идея. Теперь висит слон на C7. То есть черные не могут выйти FG, потому что... Я даже думал, слон C4 шах такой дать. Конь C4, слон BF7. Слон на D6, соответственно, не подвисал в этом варианте. И белые поменяли этого коня, который потенциально бы встал на D5. И FBDF3. Но, казалось бы, вообще-то белые без фигуры. И еще FBD4, они дают центральную пешку. Вообще, если так и не знать, может показать, что у белых просто проиграно. На самом деле, видимо, у белых как минимум не хуже. Хотя, наверное, и не лучше. Конь A3. Довольно абсурдный ход, но очень красиво здесь фигуры белые выходят в бой. Где-то у белых идея конь C4. Где-то конь B5. Где-то, ну, ладья D1, понятно. За счет этих тактических ресурсов, почему-то у белых все время находится достойная контр-игра. Достойная компенсация за пешку. Слон G5. Тут много возможных расцеплений слона. Но слону в любом случае надо отступить, потому что он сковывает ферзя. Ферз хотел бы сесть эту пешку или эту пешку. Но слон его сковывает. К тому же ладья D1 грозит. Поэтому слоном можно было отойти на C7. Можно на G5. Можно на H6. Александр здраво рассудил, что на G5 он будет защищать поле Е7. Будет при случае защищать короля от шахов. И мало где будет подставляться. В этом есть свой резон. Хотя и свои проблемы тоже есть. Ладья D1. Да, феррбит B2 побил Александр. Ну, феррбит B5 я могу сказать, что H4. У меня еще был здесь анализ дальше. В принципе, у белых очень серьезная инициатива. Хотя черной точной игрой и должна отбиться. Ладья D1, феррбит B2. Комбо 5. Здесь я уже играл самостоятельно. У меня было что-то записано, но я уже ничего не помнил. Комбо 5. Очень здравый ход. Потому что конь идет на D6. И он вечно создает какие-то проблемы. Обратите внимание на коня А5. Вот этот конь просто заноза по яйцам черных. Он вообще, ну, абсолютно как бы его существование бессмысленно. То есть он никуда не идет. И все время подвисает. За счет этого в том числе. За счет этого. За счет слаб по яйцам короля. За счет нескоординированных фигур на ферзьем фланге. У белых все-таки достаточная комменсация за целую фигуру. Ферзи 7. После 20 минутных раздумий. Даже не 20, даже 40 минутных раздумий пошел Александр. Конь D6. И вообще-то пограживает конь E8 где-то неожиданно. И Александр пошел плотно, в принципе, довольно слон D7. Соединяя лади. Прикрывая поле E8. Но ферзь А3. Проблема с конем. Опять-таки этим. Если мы седим целого коня ни за что, то по яйца черных будет просто проигранной. Слон D8. И вот тут очень красивый ход. Конь B7. Конь B7. Напали на этого коня. Но если ты конем нападаешь на коня, соответственно, конь соперника, как правило, может съесть этого коня. Так и последовало конь B7. Но теперь ферзь B3 шаг. Белый без целых двух фигур. Но неожиданно настолько у них хорошая координация и настолько плоха у черных, что на комбит ход типа король H8, ферзь B7 висят две фигуры и чисто у белого отыгрывают материал. И они остаются с лишней пешкой и просто выигранной позиции. Поэтому ферзь B3 шаг строго единственный ход слон E6. Ферзь B6 шаг. Король H8. Ферзь B6. Есть ладья D7. То комбит C5. Красивый удар. И этот конь, которого я так ругал, просто выигрывает партию черным. Ладья B7. Комбит E6. Король H8. Ферзь B6. И здесь Александр нашел. Я был в шоке, честно говоря. Затус какой-то изумительный ресурс. Слон F6. Ладья D7. Конь D8. Просто браво. Потому что это первая линия компьютера начнем с этого. И другой вменяемой защиты от ладья D7 у черных не было. Но вот Александр нашел именно эту. Теперь ладья B7. Комбит C6. Она ферзь B8 вместо ладья B7. Тогда ферзь B7. И меня это не устраивало. То есть я уже без фигуры довольно стабильно. И меня надо что-то предпринимать. Я пошел ферзь D5. Конь F7. Потому что висит ферзь и ладья. И надо одновременно их защитить. Конь F7. Теперь на солнце C4 здесь есть коня. Комбас я думал бы ладья D8. И конь не съедается. Скажем, ладья BF7, ладья BD5, ладья BG7, ладья Bc5, ладья F7. Такой вот вариант. Белые еще должны как-то аккуратно сохранить материал. Но здесь мне осталось просто битый ничья. Черный меняет ладью. И получается разноцвет. Ну, маловероятно, что у чем-то проблемы. Поэтому он пошел C7, C5, C6. И, казалось бы, пешка идет ферзи. И вообще-то большие проблемы у черных. Александр пошел ферзи 6, что проигрывает. Но вот здесь был реально единственный ключевой момент партии. И просто невероятно, с моей точки зрения красоты, ресурс за черных. Вот ладья D8 черный ходит. Что, в принципе, я рассматривал. Поменять ладьи. Но C7, мне казалось, в принципе, вариант закончился. И тут, ну, я не знаю, если вы сами это нашли, то вы просто гений шахмат, с моей точки зрения. То есть, ну, даже здесь, на самом деле, ну, хочется, честно говоря, сдаться, потому что ладья BD7, ферр BD7, пешка проходит. Но, да, здесь фантастический за черных ресурс коня всем G5. Просто насладитесь. Просто предлагаю вам насладиться гениальностью этого ресурса. Соответственно, белым надо забирать материал. Скорее всего, да? Раздают. Но негде. Если они забирают ферзя, то ладья BD5. И еще у белых ладья. В капкане. И еще, вообще-то, что на фигуры лишние. То есть, может быть, у белых просто проиграно. Но, казалось бы, неплохо смотрится D ферзь. Да, но проблема в том, что коня штрешах, пожалуй. И черные предлагают ничью. Да, у белых два ферзя, у черных висит ферзь. У белых лишняя ладья, но кого это волнует? Ничья. Вот такой был супер ресурс. Не знаю, нашел бы я в себе силы здесь задуматься и пойти как в мислон D3 с неясной игрой. Где-то, наверное, у белых даже легкая инициатива была бы. Но это всего не последовало. У Александра был цейтнот. И он пошел ферзь G6. И по сону D3. На самом деле у белых слишком сильная доминация. Пешка F5 теряется с темпом. Пешка C идет. Вот фигуры черных не могут как-то создать контр-игру какую-то достойную этим фактором. Сон G7 пошел. Александр, но после ладья G7 еще фигура теряется. Ферзь G4, ладья BF7. Теперь если шах на D1, то после фермы D5 важно дать шах на F8 и выигранная эшпиль. А после ладья BF7 важно было не ударить ладьей на F7, потому что тогда терять, друзья, длительность до конца надо сохранять. Поэтому фермы F7, ладья F8, ферзь G7. И черные сдались. У них нет ни материала, ни контр-игры. И еще пешка C идет. Поэтому черным здесь туго. Хотелось бы сказать спасибо организаторам турнира. Турнир прошел, мне кажется, очень хорошо. Без эксцессов. Мне все очень понравилось. Вообще, я уже склонен хвалить любой турнир, где есть кондиционер. Это уже, видимо, большое достижение. И в этом турнире он был. Было очень хорошо в зале играть. Очень комфортно. А также, конечно, я восхищен. Должен выразить восхищение тем, как играл Анатолий Евгеньевич Карпов. Я вам гарантирую, он очень-очень силен до сих пор. Я с ним сыграл 1-1 по игре. Выиграл он у меня просто замечательную партию, с моей точки зрения, для Блица. Очень качественная игра. Почти 40 ходов мы качественную игру демонстрировали в сложнейшей голландке. Но потом все-таки сказалась неопытность моя, и я ошибся. Анатолий Евгеньевич просто забрал очко, которое ему полагается. Во второй партии мне как-то удалось отыграться. Но, не знаю, я восхищен. И я думаю, что он играет по-прежнему очень-очень сильно. И любому шматисту его стоит опасаться. Хотел бы сказать всем спасибо. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш канал, а также поставить лайк. До скорых встреч.